Лишь наивные люди думают, что они придумали что-то оригинальное. Прочитайте программу, прежде чем что-то говорить. Жители были обмануты. Очередная сессия Народного хурала началась с часа заявлений. Депутаты рассказали о наболевших проблемах не только жителей Бурятии, но и своих личных. Мне позвонила женщина-соседка, которая живет рядом с моим домом в селе Красноярово и Волгинского района. Домом в Красноярово я владею на праве собственности, но там не живу. Мусора, соответственно, там также не произвожу. А проживаю я в Улан-Удэ по улице Горубинской, дом 25. Соседка сообщила, что у своих ворот нашла извещение на заказное судебное письмо на моё имя. Я обратился в Волгинскую почту. Оказалось, что это судебный приказ, из которого я узнал, что являюсь должником ЭК-Альянса. Что с меня собираются взыскать задолженность за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. За три года плюсы госпошлина. Я забрал это письмо и написал возражение, где изложил суть недоразумения. Приложил документы на собственность на оба дома, где сообщил судье, что прописан, проживаю и услуги ЭК-Альянса. Исправно оплачиваю по адресу город Улан-Удэ, улица Горубинская, дом 25. Соответственно, попросил отменить судебный приказ о взыскании задолженности. Довольно быстро мне позвонили из суда и сообщили, что мои возражения приняли и решили судебный приказ отменить. Я предполагаю, что ЭК-Альянс такими способами сознательно увеличивает дебиторскую задолженность со стороны населения, создавая её искусственно. А после этого требует деньги из бюджета на компенсацию своих якобы убытков. Футбол популярен во всём мире, это вы знаете. И в Бурятии тоже. Отрадно отметить, что посещаемость домашних матчей команды Бурятия на самом высоком уровне в нашей лиге. Игры освещаются в средствах массовой информации, в соцсетях. И самое отрадное, что половина зрителей – это дети. Основные затраты мы видим и они есть на разъездные матчи. Это получается один примерно выезд в 400 тысяч рублей обходится. Мы подавали ходатайство на поправку в республиканский бюджет на 2,9 миллионов рублей, потому что ранее подаваемая сумма была основана на предыдущем году. Но в связи с этими изменениями бюджета команды стало недостаточно. И чтобы закончить сезон, мы опросили 2,9 миллиона. Но получили отказ во всех инстанциях. Нет прямых маршрутов с микрорайона. Загорск до учреждений социальной защиты, до республиканской больницы, даже до театра русской драмы. Убрали с линии маршруты 51-54, которые пользовались большой востребованностью у пенсионеров. Так как не надо было ездить с пересадками в другие районы города. Я уже выступал, говорил, что когда, особенно в период ковида, все узкие специалисты у нас идут через республиканскую больницу. И всем больным ветеранам приходится так или иначе ехать за УДУ. И получается, что им приходится ездить на перекладных. Депутаты также вспомнили о проблемах вырубки лесов в Волгинском районе, строительстве дамбы в Улан-Удэ и даже узаконения кладбищ в селе Клюевка. Не оставили без внимания и двухнедельную голодовку жительницы Севербайкальска Вероники Мелконян. Я уже голодаю 12 дней. Я, Мелконян Вероника Михайловна, проживаю в городе Севербайкальск, республика Бурятии. Я больше не нашла другого способа выразить свое недовольство и не только свое, всего города, как объявить голодовку. Понятно, не самое, может быть, верное решение, поскольку здоровье человека должно находиться на первом месте. Но хотелось бы обратить внимание, что те вопросы, которые эта женщина подняла, они реально заслуживают внимания. Один из вопросов, с которым вышел человек и держал плакат на тему, нет приспределу в структурах ЖКХ. В городе Севербайкальск 5 мая этого года прекратило действие ресурсоснабжающей организации в отношении решения арбитражного суда теплоэнерго. И всем жителям города были выставлены доплаты или расчет за тепло, которые в отдельном случае составили порядка 10-13 тысяч рублей. Ко мне, как депутату Народного хурала, поступили заявления от более чем 600 граждан. Все эти заявления были проверены, собраны и переданы для разбирательства прокуратур. Прокуратура республики Бурятия переправила их в жилнадзор, а вот жилнадзор, госстрой жилнадзор республики, почему-то не усмотрел там никаких нарушений и отправил их как бы на доработку. Спустя полтора часа перешли к первому вопросу повестки. Глава Бурятия отчитался о работе правительства за прошлый год. Добрый день, уважаемые коллеги. Готовлюсь тщательно. Доклад большой. Доклад действительно оказался большим и затронул многие сферы жизни. В 2021 году в селах построено 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 7 врачебных амбулаторий, капитально отремонтировано 11 больниц. С начала года в республике заработали 36 мобильных комплексов. Это мобильные ФАПы, передвижные флюорографы и маммографические установки. Всю работу, которую мы делали, мы делали совместно, поскольку практически все бюджетные решения, все проекты, которые реализовываются, они проходят утверждение в Курале. И результаты работы правительства, общественных организаций – это работа наша совместная. Поэтому, уважаемые коллеги, на этот год, с учетом объективной ситуации, связанной со специально-военной операцией, связанной с акционным давлением и с вызванными определенными изменениями в экономике, в бизнесе, в логистике, нам предстоит работать. После доклада депутаты задали вопросы и высказали свои предложения. Необходимо в структуре Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия выделить отдел по развитию рыбного хозяйства и рыбоводства. Во-вторых, нам необходимо вернуться к рассмотрению нашего закона о государственной поддержке сельского хозяйства Республики Бурятия В прошлом году во всех средствах массовой информации на различных интернет-площадках, в том числе и государственных, ведомственных, говорилось об обеспечении более 20 тысяч жителей чистой водой в рамках реализации этой федеральной программы. Однако, по факту, ни один частный дом обеспечен водой не был и не будет, так как ваша так называемая двухкилометровая сеть проходит по тем кварталам, в которых уже есть вода. Программа «Чистая вода» не предусматривает заведение водопроводов в частный сектор, в частные жилые дома. Почему я вас попросил, прочитайте программу, прежде чем что-то говорить. И те водозаборы, которые обеспечивают водоснабжение вот те квартала, они попадают под программу. То есть это повышение качества воды, извлекаемой. По многоквартирным домам там работает программа «Стимул». По многоквартирным домам есть замена трубопроводов. И программа «Чистая вода» в первую очередь предусматривает повышение качества воды именно тех сетей, которые уже были. И охват новых территорий, это дополнительные мероприятия, они не реализуются таким образом, что в каждый частный дом заводится вода. Поэтому я почему просил вас программу, прочитайте. Какие в ней требования, как она реализуется и что в ней предусмотрено, а что в программу не входит. Мы видим, что продолжается планомерная работа по экономическому росту Республики Бриятия, содержание социальных программ. Хочется отметить, что даже несмотря на, скажем так, серьезные вызовы, которые происходили в этом году, это и санкционная политика, это и борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19, многие показатели, они идут в рост. В небольшом, но в рост. Ну вот смотрите, у нас есть, идется работа, вот, например, мы строим ФАПы, построили ФАПы, а нет врачей. Проблемы? Вот есть положительная сторона, отрицательная сторона. В Аргузине убираем свалку. Свалку брали хорошо, хорошо. А в Сухинске у нас 18 миллионов не может найти. Опять плюсы и минусы. Поэтому мы, как депутаты Народного хурала, мы выносим все проблемы наружу, чтобы их решали. Я не говорю, что у нас все плохо. Просто есть хорошая сторона, есть плохая сторона. И, то есть, недоработки. И чем мы больше будем будировать эти темы, тем быстрее будет у нас все решаться. В республике Бурятия остается ряд нерешенных проблем. Это и дороги, это и социальная инфраструктура, это и вопросы здравоохранения, ряд других. Ну, если в целом по отчету смотреть, то мы видим в отчете ряд, так скажем, ряд позитивных моментов. Об этом мы тоже не можем не говорить. Оплод был очень насыщенный главой республики Бурятия, ЦДН Алексея Самбуевича. По всем направлениям социально-экономического развития глава подробно рассказал, какие были поставлены задачи, какие итоги были достигнуты. И, конечно, видно, что работа проведена очень насыщенной. Вместе с тем, я думаю, что и наше население, народ, видим, что республика у нас преобразуется. Идут преобразования как в экономике, так и в социальной сфере. По социальной поддержке граждан есть серьезные движения, серьезные результаты. И, конечно, это труд правительства, труд каждого жителя вложил свой труд в развитие нашей республики. До остальных вопросов депутаты добрались лишь после обеда. Одно из важных решений коснулось поддержки семей добровольцев, погибших или получивших инвалидность в ходе спецоперации. Принято решение, опять же, из республиканского бюджета, точно такие же гарантии, как и военнослужащим Министерства обороны, создать ей для добровольцев. Это детские сады, это школы внеочередное принятие, это летний отдых лагеря, это СУЗы, и самое, которое финансово расходно, это ВУЗы. А беженцы из Донецкой, Луганской народных республик и Украины теперь смогут бесплатно получать юридическую помощь. Также депутаты установили максимальную стоимость на проведение кадастровых работ. При проведении кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов капитального строительства гаражей, отдельно стоящих 5 тысяч рублей, а если это объекты смежные, на двух и более земельных участках 4 тысяч за один участок или за один подготовку техплана отдельного объекта капитального строительства. Особое внимание на сессии уделили антикоррупционным законам. У нас приняты законы в части противодействия коррупции. Это и система «Посейдон», которая обязывает проверять наших государственных служащих в системе «Посейдон» на наличие цифровых финансовых активов. Также в случае, если у лиц, подающих декларацию о своих доходах и имущественном положении, окажутся доходы более чем за два года и имущество, которое не могут объяснить, то данные материалы будут идти на проверку в прокуратуру. Далее в нашем законе об уполномоченных по правам человека не был правовой пробел, где не было указано, куда у нас уполномоченный по правам человека является госдолжностью, куда же подает свою декларацию до 1 апреля, в какой орган. Мы сейчас этот пробел восполнили и указали, что уполномоченный по правам человека подает свою декларацию о доходах и расходах и своих супруга и несовершеннолетних детей в комиссию народного хурава. Не обошлось и без экономических вопросов. Депутаты приняли отчет об исполнении бюджета, внесли изменения в текущий и поддержали обращение Госсовета Удмуртии. К нам поступило обращение Государственного совета Удмуртской республики, где они вышли с инициативой, что будут обращаться в Государственную думу и правительство Российской Федерации об увеличении предельного дохода по упрощенной системе налоговложения до 300 миллионов рублей. В завершении сессии отчет о работе счетной палаты. Мы как бюджетный комитет достаточно плотно взаимодействуем и есть план контрольных мероприятий по проверкам расходования бюджетных средств, контроля бюджетных средств. Если говорить про 2021 год, достаточно плотное взаимодействие. У них, как счетная палата выступила, представитель Евгений Владимирович, было проведено 64 контрольных мероприятия, порядка 5 миллионов выявлено, нет целевых расходов, но были определенные замечания. Но в целом из года в год счетная палата не первый год у нас работает и улучшается бюджетная дисциплина. И уже те нарушения, которые раньше были на каждом шагу, их становится все меньше и меньше. Депутаты Народного Порола в повестке утвердили 41 вопрос, в том числе 28 проектов законов и 13 постановлений.